Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Как известно, в Устьянском у Лоси сложилась критическая ситуация из-за непогоды и бездорожья. Сегодня в студию мы пригласили первого заместителя генерального директора Якутско-Энерго Александра Степановича Слояко и исполняющего обязанности генерального директора Саха-Энерго Алексея Анатольевича Явлева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот расскажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день ситуация в Устьянском у Лоси? На самом деле ситуацию в Устьянском у Лоси мы оценим как достаточно тяжелую и сложную. Значит, на наш взгляд существуют два основных фактора, две основные причины, которые можно было назвать определяющими в этой части. То есть первое – это техническое, это наличие и состояние автозимника на участке Усть-Круга-Депутатский и с отворотом в населениях. И вторая причина – это, назовем ее, рыночно-экономическая, то есть это, в кавычках, куда сегодня смотрит водитель в Устьяне, куда сегодня смотрит водитель в Арктике. Значит, мы с Алексеем Анатольевичем, еще ряд наших руководителей, привели, назовем ее, инспекцией дороги. Значит, мы ехали с Депутатского в Усть-Кругу. В конце декабря текущего года, как раз когда открывался автозимник, ну, у нас нет автозимника на этом участке, это круглогодичная дорога. Вот, поэтому и статуса такого не имеет даже. Качество дорожного покрытия, оно, конечно же, нами было оценено как несоответствующее для эксплуатации шоссейной техники. То есть только для вездеходной техники. Ну, техника работала, мы увидели, что дорожники работают, соответственно, и были обещания со старых дорожников, что все будет там нормально. Ну, как мы знаем, ситуация в январе месяце, она ухудшилась, то есть начались пурги, снегопады. Вот, поэтому на сегодняшний день этот участок дороги закрыт. Вот, и, значит, то, что нам обещают на сегодняшний день, не дает у нас стопроцентной уверенности, что мы сможем в полном объеме завести, имея такое качество дороги. То есть нам говорят о том, что предлагают сегодня идти по накатанной дороге в составе, значит, колонны механизированной. Вот, но сегодня, вот по справке, которую мы сегодня получили, на этом участке нет ни одной единицы тяжелой техники. То есть не хотят водители. Но об этом подробнее расскажет Алексей Анатольевич. Я хотел бы сказать еще буквально пару слов по экономическим факторам. А вот, значит, сегодня, так скажем, все водители потихонечку с Усть-Куги убегают на перевозке на, значит, плече Нижнеянск и Батагай. Это, безусловно, очень важно. Но, тем не менее, условия у нас немножко разные. Первое, у нас круглогодичная дорога, нам регулятор устанавливает, соответственно, цены для круглогодичной дороги. И мы не можем дорого платить на этом участке, хотя, в принципе, по-фактическому должно было бы наоборот. И у по ЖКХ, соответственно, тариф выше. Качество дороги великолепно. То есть едешь как по шоссе. До недавнего времени была даже неполная загрузка у них, потому что было ограничение по массе на дороге. Поэтому и стабильно оплачивают ГУБ ЖКХ, соответственно, эти перевозки. У нас, соответственно, дороги нет. Денег для того, чтобы оплачивать перевозчикам своевременно нет. Почему нет денег? Потому что нам не платят ГУБ ЖКХ. Да, спасибо. Ну, получается вообще парадоксальная ситуация. Мы живем на севере, и все время холодная зима, значит, метели, пурга. Это все застает нас, к сожалению, врасплох. Вот, Алексей Анатольевич, я знаю, что вы сами родом из Устьянского улоса. Конечно, все эти проблемы вы знаете не понаслышке. Скажите, пожалуйста, вот все это, конечно, отражается на населении в первую очередь. Но трудности испытывают также и дорожники, и коммунальщики, да вообще все. Скажите, пожалуйста, а что нужно вообще, на ваш взгляд, предпринять, чтобы вот этих проблем не было? Да, действительно, я родился и вырос в поселке Усть-Куйга. Ну, и окончив в 1992 году профессионально-техническое училище номер 16, я еще и поработал водителем. Причем именно там, в своем родном Луся, в том районе. Поэтому эту дорогу, в общем-то, я знаю, я по ней передвигался достаточно часто. Но, по моему мнению, вот что сейчас происходит. Как содержалась раньше автомобильная дорога? Во-первых, на дороге были три постоянно действующих пикета дорожников. То есть, это так называемый участок полусотый, 50-й километр, да, от поселка Усть-Куйга. Участок 83-й и участок 140-й километр. Там постоянно жили дорожники, постоянно в наличии присутствовала гусеничная техника, то есть это бульдозеры. В поселке в самом, значит, действовал дорожный эксплуатационный участок. Данную дорогу обслуживали, надо сказать, большие профессионалы своего дела, да, то есть мастера. Дорога постоянно поддерживалась в исправном состоянии. Зимой дорога постоянно расчищалась. Конечно, также были и снежные заносы, и неблагоприятные погодные условия. Но все это, в общем-то, не мешало работать тем дорожным службам, которые раньше там функционировали. Каким образом это работает сейчас? На настоящее время у дорожников есть один пикет. То есть на расстоянии порядка 100 километров от поселка Депутатский, на котором они базируются. И вот, как мы уже отметили, из дорожной техники на данном участке автодороги мы видели только тяжелые колесные тракторы. Никакой другой техники мы там не видели. Также, видимо, значит, уже утрачена преемственность поколений, и дорогу сейчас эксплуатируют, ну, очевидно, неопытные люди. Потому что, судя по тому, как содержится дорога, да, то есть как выполняются бровки, как пробиваются снежные заносы, вот, в общем-то, можно судить о том, что уровня профессионализма и мастерства, ну, на сегодняшний день, значит, у персонала там недостаточно. Вот почему складывается такая ситуация? Мы судить об этом, конечно, не можем. Ну, по моему мнению, да, то есть там необходимо возобновлять, возрождать именно те дорожные службы, которые функционировали там ранее. Дорожников достаточным образом финансировать, оснащать соответствующей дорожной техникой. И люди, естественно, там должны работать подготовленные, знающие свое дело. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько необходимо введение чрезвычайной ситуации в этом УЛУСе, и если будет такой режим введен, то что это даст? Безусловно, этот режим нужен, потому что, когда вводится режим чрезвычайной ситуации, значит, степень свободы по привлечению перевозчиков, по привлечению дополнительных ресурсов, она, конечно, намного больше, чем в обычном режиме. Поэтому, конечно же, это необходимо именно для того, чтобы сконцентрировать эти ресурсы, чтобы решить задачу по завозу в сжатой сроке. Скажите, пожалуйста, вот какие планы на буквально эти дни стоят? Что предполагается вообще делать в эти дни? Вот 2-го, 3-го числа? В эти дни мы пока ждем автозимника, на самом деле. У нас был предварительный срок в понедельник, он не состоялся. Сегодня мы получили справку, что ситуация сложная, еще работаем. Опять же, говорим, что нет тяжелой техники, поэтому тоже сомнения какие-то есть. Сегодняшний срок – это пятница. За это время мы пока работаем по привлечению, соответственно, водителей, что стало намного сложнее, в силу того, что у нас разные условия. То есть, у ГБЖКХ нет денег платить за электроэнергию, но есть на автоперевозке, а у нас в силу того, что он нам не платит деньги, нет денег на автоперевозке. Это очень существенный фактор. То есть, сейчас идет работа по формированию колонны водителей. Скажите, пожалуйста, с какими рисками это сопряжено? С какими рисками? Рисками сопряжено то, что если не будет качественной дороги, будет провалиться техника. Если не будет тяжелой техники на дороге, некому эту технику будет вытаскивать. Значит, нужно будет устраивать объезды. Если не будет тяжелой техники, непонятно, сможет ли колесная техника эти объезды устроить. То есть, на сегодняшний день мы знаем, что тяжелый бульдозер от предыдущего подрядчика, который в прошлом году работал, и была специализированная организация, он стоит спокойно, значит, в Усть-Койге, там, греется он в гараже или на улице, не знаю. Но, тем не менее, он есть, но он не привлечен, он не работает. Точно так же тяжелый бульдозер есть, значит, в Северном. Там у геологов тоже можно было его перебросить для того, чтобы усилить, увеличить ресурсы по пробивке автозимника. Это уже автозимник фактически, это никакая не круглогодичная дорога. У нас летом там не хотят работать, потому что не удовлетворяет качество покрытия дорожного. Большой износ резины водители не хотят ехать. А зимой, вот то, что мы сегодня наблюдаем, это автозимник фактически, хотя тариф у нас как для круглогодичной дороги. Скажите, пожалуйста, а какой сейчас, вот на сегодняшний день, запас топлива для обеспечения жизнедеятельности Улуса на сегодня существует? На сегодняшний момент по различным населенным пунктам и станциям имеется различный запас топлива, но минимальный запас топлива где-то порядка 20-25 суток. Конкретно, значит, по поселку Депутатскому и по поселку Усть-Куяга, значит, там минимальный запас для работы энергетических объектов на 40-50 суток на сегодняшний день есть. То есть постоянно получается, что вот прямо от срока до срока, а какие сложности возникают с тем, чтобы иметь какой-то определенный запас топлива на предмет различных чрезвычайных ситуаций? Непогоды, метели, пурга и так далее? Конечно, если была бы возможность, значит, иметь годовой запас топлива для того, чтобы жить комфортно и ничего не бояться таких ситуаций, ну, наверное, это было бы очень хорошо. Но надо во всем искать экономическую целесообразность, то есть это же все очень дорого стоит. Обеспечить годовой запас это миллиарды рублей. И наш потребитель почему должен платить сегодня за эти запасы, за создание запасов, из-за того, что мы не можем завести, из-за того, что мы не можем обеспечить дорогу? Наверное, это неправильно. Поэтому какой-то запас, наверное, должен быть, и мы такие страховые запасы имеем. Но наше мнение о том, что нужно сосредоточить усилия именно на устройстве автозимников. И должна висеть системная работа, она должна жестко контролироваться республикой. И, соответственно, не только, значит, сроки и прочее, а конкретно техника, какие люди, какая у них квалификация. Только таким способом можно будет обеспечить надежность. Потому что на 10 лет вперед не завезешь. Если сегодня не начинают заниматься системно этим вопросом, не учить людей. У нас на сегодняшний день на бульдозер-то человека не посадят, потому что нет бульдозеристов квалифицированных. Поэтому, если будет системная работа, то существующих запасов вполне достаточно. Но, может быть, их увеличить на какой-то объем, именно на каких-нибудь 20-30 дней, для того, чтобы такие ситуации обходить, когда уже вообще ничего невозможно сделать. Но, тем не менее, если будут дороги, мы будем возить, и проблем не будут возникать. Скажите, пожалуйста, а видите ли вы какие-то другие альтернативные виды доставки грузов на севера? Нет. Мнение ваше? Александр Анатольевич, пожалуйста. Однозначно автозимники только? Однозначно это должны быть автозимники. Однозначно должна быть выстроена система круглогодичного обустройства и содержания автомобильных зимников. На сегодняшний день альтернативы данному виду завоза топливно-энергетических ресурсов нет. Спасибо. Я благодарю за это интервью. Я думаю, что все наладится, и откроется автозимник, и пойдут грузы на север. Спасибо. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.